Йоу, ватсап всем, всем привет, ребята, с вами Артем Несеренко из Киева, в утренний подкаст эфир Перископ. Рад вас приветствовать, подключаемся все нам, отличное настроение сегодня, середина недели, среда, и я хочу с вами поделиться, как на меня повлияли ежедневные ритуалы, которые я уже использую, наверное, на протяжении, ну, около года, около года, даже немного больше. Раньше все-таки, даже несмотря на то, что и раньше были результаты в бизнесе, все равно приходилось, ну, какой-то день был отчасти хаотичный, естественно, я его планировал, но он не был так, чтобы эти ритуалы, о которых я вам сегодня расскажу, что они были у меня такие, знаете, обязательные каждый день, сегодня у меня каждый день есть обязательные ритуалы. Напишите, где вы сейчас находитесь, как ваши дела? Я нахожусь в центре Киева, я тут, правда, уже полтора часа сижу, потому что я готовил материалы для своего дизайнера. Я вчера... фух, это было непросто на самом деле, у меня вчера был целый день, когда я был под наблюдением камеры. Я весь день вчера снимал себя на камеру, и я готовлю видео, которое называется «Один день с Артемом Нестеренко». Я скоро выложу это видео на свой новый YouTube-канал, и вы знаете, это было непросто, потому что я каждый свой момент практически запечатлел, и должен получиться очень емкий, крутой ролик на минут 20, наверное, минут 20, кофейник каждый день. Эдуард, доброе утро, Челябинск, Тернополь, О, Западная Украина подтянулась, Ижевск, Прокопьевск, всем привет! Кстати, вчера у нас был потрясающий вебинар, Алена, привет! У нас вчера на вебинаре было 1120 человек на видеотрансляции, это была основная миссия вчерашнего моего дня, и у нас на вебинаре и после вебинара 382 человека зарегистрировались на Чемпионат мира по эффективности. Я что-то не припомню такую конверсию вообще за свою историю проведения вебинаров, но на самом деле цена была очень маленькая, 2900 рублей всего, но все равно по 400 человек это больше 35%. Артем, что за новый YouTube-канал? Вот интересно, видите, у нас всегда подсказки приходят из внешнего, со мной связался один парень, здесь его зовут Сергей, и начал меня вовлекать в то, чтобы я начал вести свой YouTube-канал не на тему бизнеса, а на тему своей личной жизни. Он мне привел несколько примеров других людей в разных нишах, и меня это впечатлило, и я теперь решил создать свой YouTube-канал, который буду вести, и я ни слова не буду говорить там про бизнес. То есть у меня есть канал на тему бизнеса, он называется «Секреты успеха Артема Нестерянко», он уже набрал миллион, там, 200 тысяч просмотров примерно за три года активного ведения этого, но это немного, это мало, естественно. И я решил вести YouTube-канал про свою личную жизнь и все, что остается за кадром. А если вы в Инстаграме на меня подписаны, посмотрите, я только что выложил небольшой кусочек из того, что я вчера снимал, как я готовился к вебинару, ржачный такой момент. Да, и вчера очень приятно, потому что я на следующей неделе начинаю чемпионат мира по эффективности, и я думал, что будет человек 100 участвовать, но похоже, что там будет человек 500, потому что наша компания еще продолжается, еще будет выходить в рассылку видео дожимающие, и если уже 382 человека зарегистрировалось и 20... Короче говоря, у нас уже 400 человек есть в чемпионате, я думал, что 100 мы за неделю еще дожмем. Это будет нереально крутой чемпионат мира по эффективности, который идет каждый месяц, где я каждое утро даю задания, и там будет очень жара, потому что люди между собой будут соревноваться. Ты вчера не ругался, обещал, я сдержал свои обещания, и ни разу даже не матюкнулся, и не использовал мат в эфире, додержался до конца. Хотя это было очень сложно, потому что когда я веду вебинары по эффективности, продуктивности, у людей вылазят самые-самые большие... Вот оно вылазит, у них проблема, и мне надо было, но я вчера как обещал, так и нет. Отлично. Ну зачем такое писать? Нарываться на блог. Ребята, я хотел с вами поговорить про ритуалы. Кстати, у вас есть какие-нибудь ритуалы, которые вы соблюдаете ежедневно, что-нибудь обязательно делать? Я, например, у меня есть несколько ритуалов, у меня их, по-моему, 5. Я сейчас вас всех назову. Задержался и не заматерился, да. Так, утром пью воду, чистить зубы, да, в туалет хожу обязательно. Это прям очень серьезный ритуал. Попробую его нарушить. Смотрю твой эфир, за это спасибо. Без воды никак. Ну, хорошо, вода, да, аффирмации по утрам, да, это ритуал, да. Завтрак с семьей. Вот у меня завтрак с семьей не получается, потому что я все-таки... Вот я сегодня выехал из дома в 6.20. Естественно, у меня все еще спали. Первое, что я обязательно делаю, это английский язык. У меня каждый день английский язык. Я не знаю, какой английский у вас, нужен он ли вам, не нужен. Мне он очень нужен, и у меня свыше мотивация изучать английский язык. Во-первых, это двойной уровень мышления. Это, знаете, те, кто использует маки, они знают, как выглядят как минимум две операционные системы. Windows и Mac, да, и они уже знают, как и что работает. Те, кто не пользуются маками, они думают, что весь мир устроен как Windows. Они, может быть, догадываются, что как-то выглядит, может быть, по-другому. Но, кстати, можете, заберите. И то же самое с иностранным языком. Когда ты знаешь два языка, ты думаешь в двух плоскостях. И это очень круто. Ну, помимо этого, потому что я очень много обучаюсь на западном американском языке, поэтому мне приходится учить, и я это делаю каждый день. Обычно я это делаю в 6 утра, но на этой неделе у меня не было занятий, потому что мой преподаватель не может сейчас проводить занятия. Я, наверное, буду искать еще одного. Краснодар, фотограф, Лариса, здравствуйте. Второй момент – это спорт, это обязательно. Каждый день спорт. У меня сейчас двухчасовые тренировки, и одна тренировка – это силовая. Я занимаюсь Константином. Те, кто у нас в МБМ, вы знаете этого парня. Ему 37 лет, он до сих пор выступает на разных соревнованиях. Он монстр, он сам тренируется каждый день, и я чувствую результаты просто за полгода. Допустим, вчера я потянулся 23 раза. Я не знаю, как мужчины, сколько вы раз подтягиваетесь, но я вам хочу сказать, что я год назад не мог потянуться даже два раза. Нормально. Вот полностью, чтобы за штангу, да? Сейчас я это делаю 23 раза. Блин, ну для меня это очень большой результат. Я это сделал реально, серьезно начал заниматься в марте, так что каждый день, и по сегодняшний день это уже больше полгода. Я повез вчера и 23 раза подтянулся. То есть для меня это результат, потому что я не мог два раза подтянуться. Капец. И второй час – это кардио. Я за час еще раз сжигаю 700 калорий, и я тот, который вечно худеющий. Потому что если я, не дай бог, съем два стакана кукурузы, или там два кочана кукурузы, это плюс килограмм мне сразу. Представляете, вот такая у меня проблема. И мне приходится следить за своим питанием, если я хочу быть в форме. Я был бы, наверное, килограмм 110, если бы я жрал все подряд. Был бы вот такой вот, и мне было бы тяжело. Я сейчас вешу 83. В начале года я весил 90, сейчас я вешу 83. Были очень плохие времена, когда я весил 95. Сейчас я 83, и я себе набью татуировку, когда я сделаю 80 килограмм. Я себе сделаю татуировку, и вам ее обязательно покажу. Следующий момент – это изучение контента по моей профессиональной деятельности. Это третий ритуал, который обязательное дело. То есть, первое – это английский, второе – это спорт, третье – это изучение и работа все время в образовательных программах платных. С моим ментором из Америки я сразу обучаюсь в четырех программах образовательных, и я каждый день должен много изучать и читать. Это принципиально важно. Мои мозги должны постоянно развиваться, мои мозги должны постоянно расти, и если вы хотите тоже в этом направлении двигаться, вам необходимо также заниматься своим направлением. Ну, я вот тут уже не буду включать в обязательные ритуалы – это воду пить, правильное питание, это само собой, это то, что для меня уже очень важно. Еще один принципиально, наверное, сильный ритуал – это режим сна. Режим сна. В 22.00 я иду спать. Все. Если я в Киеве в нормальном темпе, я просто в 22.00 иду спать, поэтому я могу вставать в 5.30, в 5 часов, иногда в 4.40, иногда в 6 часов. И это самое сильное время для сна. Я это знаю, я это делаю 5 лет, именно благодаря этому, я считаю, мои мозги начали работать правильно, и ваши мозги могут тоже правильно работать. Если вы спите меньше 7 часов, то ваш организм просто изнашивается, как будто вы не спали сутки, и вы не можете думать правильно, потому что вы не чувствуете, что вы не выспались, вас все начинает раздражать, у вас непродуктивное время, и поэтому я всегда встаю очень рано. Да-да, я ложусь в 22.00 спать. Вся моя семья в 21.50 мы идем отдыхать, готовимся ко сну, и в 22.10 я уже сплю. А это наши правила, я приучил всех, кто со мной живет в моем доме, а это двое детей и моя жена, поэтому я могу позволить себе вставать так. Если вы не знаете секрет о том, что ваш мозг получает самую большую энергию с 22.00 до 23.00, то вы должны попробовать это. Но нужно перестроиться. Если вы ложитесь все время спать в 3 часа ночи и пойдете спать сегодня в 22.00, то вы до 3 часа ночи будете спать. Начните вставать в 5.30 и терпите весь день. Так нужно 3-4 дня, вы потом в 22.00 сами будете вырубаться. Это трудно, рано идти спать. Можешь не идти рано спать, ты лучше рано встань. В 5.30 под будильничек встал, пошел, душ принял, погулял по улице 10 минут. И так 4 дня. А потом на пятый день ты уже не будешь сидеть до 3.00 ночи, милый мой. Не будешь ты сидеть до 3.00 ночи. Ты в 22.00 будешь спать, как маленький мальчик. И будешь высыпаться, и ты на следующий день встанешь и скажешь, что такое, почему я в хорошем настроении, почему я чувствую себя потрясающе, почему меня радует солнце или дождь утренний, почему в 6 утра я себя чувствую так классно. Капец, есть девушка. Ты у меня спрашиваешь, есть ли у меня девушка? Вот, сейчас я поеду заниматься планированием, планеркой в нашем офисе. Нам нужно обработать 400 человек на чемпионат, потом спорт, потом опять в результат проведение сегодня занятия по Академии Высокоплачиваемых Спикеров. У нас 100 участников в Академии, которую запустили буквально на прошлой неделе. И это очень радует. Кстати говоря, мне было приятно, что... Я даже сегодня пост написал ВКонтакте, в Фейсбуке, что мне понравилось, что цена на Академию 40 тысяч рублей привлекла влиятельных людей. Туда не пришли такие, знаете, которые... А пришли реально люди, там, диджеи. У меня даже есть у нас девушка, которая мисс Украина. Она сейчас радиоведущая и достаточно известная. Люди, даже диджеи ко мне пришли. Даже есть те ребята, которые конкуренты. Они тоже пришли в Академию Спикеров. Но они мои друзья и тоже у нас обучаются. Вам хорошего дня. С вами был Артем Нестеренко. Подумайте о том, какой сегодня день и какова миссия вашего сегодняшнего дня. Всем пока. Обнимаем. Чао.